ровно два с половиной часа добирался на общественных автобусах на двух причем с пересадкой до понта до соло понта до соло тут просто великолепен я так рад такие виды просто просто супер мне очень нравится это местечко это говорят что самая солнечная деревня на модели ну скорее всего так и есть мы сейчас был дождик вот пока я ехал там на автобусах был дождик на одном значит до этой он добрали или как она называется деревушка сейчас короче до нее постараюсь по пройти пешком вот сниму круговую панорамку он тогда соула домишки такие тоже разные как вот в ирландии разных разных цветов учета в основном тут серенький тоже преобладает как и в ирландии тут такая высокоченные горы короче стараюсь медленно вести но все равно не получается и вот там вот будет интересный вот кабачок я скорее всего там сейчас пойду посмотрю что там за углом и дальше в ту сторону надо топать до встречи изначально я планировал выйти в кабу жирау это смотровая площадка 600 метров над уровнем моря но в тот момент когда автобус был там в горах наверху как раз был дождик и тучи были низкие я решил что надо ехать дальше нечего в такой пасмурный день смотреть то есть на смотровой площадке там будет делать нечего я поехал до рибейра браво вот это деревушка где я поменял автобус то есть я пересел на другой общественный автобус и доехал до понта до соула отдельно хочу сказать по поводу общественного транспорта по идее пользоваться им можно и но неудобно дело в том что во первых надо платить везде наличкой они нигде карты не принимают в автобусе это раз во вторых очень много компаний 5 или 6 компаний на острове которые занимаются вот этими общественными перевозками и надо знать эти маршруты порой они пересекаются даже эти маршруты но в основном одна компания там на востоке 1 на западе 1 на юге 1 на севере в как то вот так вот у них распределено примерно да но все равно надо вот это все знать если вы живете там долго можно изучить это это как они двигаются там эти автобусы и номера автобусов потому что очень много номеров автобусов и все автобусы разных цветов и у них даже у каждой компании свои остановки вот представьте вы едете значит в фуншале там ряд остановок буквально вот друг за другом наверное остановок 5-6 разных остановок и надо знать на какой остановке какой автобус дожидаться вот то есть вот это немножко конечно неудобно но можно можно приловчиться так что вот я доехал до пункта дусола но там опять был такой проливной дождик уже правда вот после того как я снял эту панораму что было в начале потом опять начался дождик но все равно ресторанчик был рядом я заскочил туда здесь вот такая вот море волнуется сегодня прямо такой море волнуется 3 такая вот картиночка коротенькая можно долго смотреть на море на огонь и так женщины паркуются все пока очень хорошо повезло пока пока шел дождичек причем такой резкий проливной дал . была очень тяжелая но быстро прошла где-то не знаем там 10-15 палил так красиво и все и закончился короче посоветовали мне через этот тоннель пройти пешочком и потом можно дойти до как я предполагал там я смотрел вроде видно что есть дорожка в ривейра бравия ривейра бравия или как-то так называется оттуда уже тогда автобусом поеду обратно фуншал перекусил сейчас фотки выложу отличные эти самые креветки но креветки как выяснилось привозные они не не местные то есть их здесь не вылавливают они такие громадные большие были там тарелка тоже громадная порция просто класс короче по пообедал плотненько в этом самом кафешке которые вот желтенький который на на фотке который успел снять перед перед дождичком все пока что дождь дверь закрыта что на счет буду смотреть в ресторане понта дусол кормят очень здорово очень хорошие у них там менюшка но я взял креветки хотя потом выяснилось я спрашивал выяснилось что они все-таки привозные их здесь не ловят я все-таки старался кушать ту пищу которая вылавливается именно здесь но ничего все равно они были очень жирные этот этот боло до какого этот хлеб был тоже очень жирный с чесно с чесночным соусом пришлось даже вторую бутылку пива брать чтобы это все скушать а вот в этот туннель я попал не в тот который надо то есть оказывается там несколько туннелей этот туннель был закрытый то есть там был завал и там было пивнушка там какое-то пиво варили мне этот мужик там объяснил потом пришлось вернуться обратно хорошо что он был не очень длинный это будет правильный по моему тоннель через который мне надо пройти сверху там такие виллы наверху первый раз иду через тоннель не знаю какой он там длины вы сказали что можно пройти именно здесь а там где я до этого гулял оказывается какой-то как выяснилось нужно пройти два тоннеля чтобы попасть рибейру брау но я очень доволен этим трипом я прошел эти два тоннеля я увидел что это такое еще доехал на автобусе потом до фуншала фуншале еще успел поужинать в замечательном портовом ресторанчике который называется марина вот и вышел я тоннеля вернее два тоннеля пришлось пройти два тоннеля они примерно вы каждый больше чем пол километра как минимум больше там а на одном было написано 640 а первого я даже не видел и вот там сейчас и еще вот такие вот покажу уже наверно не видно сейчас в другом еще вот такие навесы они как бы специальные навесы такие надо вот эти метки потом из тоннеля вот там далеки тоннеля ну короче очень здоровский трип здесь можно смело идти и сейчас вот подхожу уже этой бравии да и буду смотреть автобусе качка да пароходики кстати вот большой кораблик уходят в любую погоду ему до лампочки хотя погода нормальная по идее вот сейчас солнышко только что выглянуло я так ну все пока ну 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 Продолжение следует...